Впервые о создании центрального кладбища венгерских воинов официально заговорили в 1995 году. Тогда правительство Черномыргина подписало соглашение с руководством Венгрии о взаимном признании воинских захоронений. Таковые Венгрии уже были. Зимой 1944-1945 года там погибло 140 тысяч советских солдат, и кладбища их сохранялись в полном порядке. О таком же числе венгерских военных, погибших под Курском, Ростовом, Воронежем и Волгоградом, у нас вспоминать было не принято. Они оставили по себе скверную память. К зверствам мадьяр над мирным населением неодобрительно относились даже в частях СС. К маю 2002 года работы по созданию центрального кладбища венгерских воинов завершены. Велись они в счет погашения долга СССР перед Венгерской Народной Республикой. Но тут по области пронесся слух, будто кладбище откроют в День Победы 9 мая, да еще зажгут там вечный огонь. Вспыхнул скандал, российские ветераны стали писать письма в Москву, и власти испугались, что новое кладбище разделит судьбу еще одного венгерского мемориала в селе Урыв, которое взрывали уже несколько раз. Обстановку разрядило вмешательство воронежского губернатора. Мемориал в Рудкино получил среди местных жителей название «Фашистский Мамаев курган». По их же словам, венгерское кладбище практически всегда закрыто на замок, открывает его только во время визита делегации, которые хотят почтить память своих погибших земляков. А в январе 2019 года, в преддверии 76-й годовщины наступательной советской операции, в результате которой была разгромлена венгерская армия, разразился очередной скандал. На этот раз правительство Венгерской Республики в своей публикации в социальной сети назвало своих соотечественников, сражавшихся за Венгрию на Дону, героями. 13 января 1943 года по позициям 2-й венгерской армии и Альпийского итальянского корпуса нанесли удар войска Воронежского фронта при поддержке 13-й армии Брянского фронта и 6-й армии Юго-Западного фронта. Уже на следующий день оборона венгров была прорвана. Некоторые части охватила паника. Советские танки вышли на оперативный простор и громили штабы, узлы связи, склады боеприпасов и снаряжения. Ввод в бой 1-й венгерской танковой дивизии и частей 24-го немецкого танкового корпуса не изменила ситуацию, хотя их действия замедлили темп советского наступления. В ходе сражений в январе-феврале 1943 года 2-я венгерская армия понесла катастрофические потери. Были потеряны все танки и бронемашины, фактически вся артиллерия. Уровень потерь по личному составу достиг 80%. Наследили венгры здорово. Сказать, что их ненавидели больше, чем немцев, это ничего не сказать. В соответствии с докладным сообщением руководителя политуправления Воронежского фронта, генерал-лейтенанта Шатилова, в Воронежской области венгерские солдаты, Шатилов именует их Мадьярами, в 1942 году прославились нечеловеческой жестокостью по отношению к гражданскому населению и попавшим в плен солдатам Красной Армии. Например, попавшего в их руки лейтенанта они изрезали ножом, а потом убили. Получившего серьезную рану политрука изувечили, вырезав на его теле звезды. За обнаруженные патроны сельских жителей казнили. Над женским населением в захваченных деревнях Воронежской области венгры надругались, а трудоспособных жителей, начиная с 13-летних детей, заканчивая 80-летними старцами, вывозили в тыл для принудительных работ. Мадьяры выделялись среди оккупантов невероятным садизмом, превосходя в этом мастерстве даже самих немцев. Отмороженные, по всей вероятности, психически совершенно ненормальные венгерские военнослужащие пилили людей пилами, закапывали их живьем в землю, насиловали женщин и даже детей. Воевать они, как следует, не умели. Не секрет, что те позиции, где стояли венгерские части, сами немцы называли болотом или дырами, которые, как правило, Красная Армия прорывала, развивая наступление потом уже по всему фронту. Николай Федорович Ватутин не смог остаться равнодушным к рассказам делегации жителей Острогорского района о зверствах венгров и бросил фразу «Венгров в плен не брать». И эта фраза разнеслась по частям молниеносно. В итоге сражений на Воронежской земле 2-я венгерская армия потеряла около 150 тысяч человек и фактически всю технику. То, что осталось, было раскатано уже на земле Донбасса. Рудкино. Село в Хохольском районе Воронежской области России. Входит в состав Гремячинского сельского поселения. Село находится в северо-западной части Воронежской области, в лесостепной зоне, в пределах Среднерусской возвышенности, на правом берегу реки Дон, на расстоянии примерно 19 километров по прямой к юго-востоку от поселка городского типа Хохольский. Абсолютная высота 102 метра над уровнем моря. Население на 2010 год составляет 921 человек. В селе функционирует фельдшерско-акушерский пункт отделения почты. Уличная сеть села состоит из 12 улиц и 5 переулков. В 1657 году на Дону, около Татарского перелаза, место где легко можно перебраться через реку, был сооружен острожек. Рядом поселилось 50 семей из города Костенска. Так возникло будущее село Рудкино. Название получило от впадавшего здесь в Дон небольшого ручья Рудкино-Колодязя. В первые годы у села было еще одно наименование – Лупиловка, происхождение которого не ясно. Рудкино продолжало заселяться и после 1657 года. Сюда прибывали бобыли из Воронежа, слободы – девицы, села Борщево, деревни Подгорный. В 1676 году Рудкино было уже селом. В нем имелось 50 дворов. В 1810 году построена каменная Быхаевленская церковь. В 1900 году в селе Рудкино имелась школа грамоты. С июля 1942 года по январь 1943 года село Рудкино было оккупировано немецко-фашистскими войсками. В селе Рудкино расположено мемориальное кладбище венгерских солдат. В настоящее время в селе Рудкино имеются сельскохозяйственные предприятия Рудкино, начальная школа, детский сад, почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт. Уроженцами села Рудкино является В.М. Добросоцких, художник О.П. Петрихина. В центре села Рудкино старинный Быхаевленский храм. С трассы его совсем не видно. Дорога к храму ныряет в низину к берегу Дона. Первая деревянная церковь в селе Рудкино была построена в 1650 году и освящена во имя Иоанна Богослова. В 1730 году строится вторая деревянная церковь. При ней упоминается Поп Евдоким. Храм простоял до 1790 года. Каменная церковь была построена и освящена в 1810 году. Архиепископ Дмитрий в документах середины 1880-х годов отмечал церковь в селе Рудкине Воронежского уезда. Каменная, построенная в 1810 году с каменной колокольнею. Земли 33 десятины. Прихожаны 700 душ. По данным духовенства Воронежской епархии, за 1900 год в штате церкви числились священник Иоанн Васильевич Стефанов, псаломищик Диакин Петр Васильевич Ракитин. Приход насчитывал 345 дворов, в которых проживало 2246 человек. В настоящее время церковь Богоявления Господня, постановлением администрации Воронежской области, является объектом исторического и культурного наследия областного значения. Продолжение следует...